Центр Екатеринбурга, проспект Ленина, главный проспект, так называемая гостиница Атаманова. Это был построен как доходный топ, и вот если брать информацию из того же набора открыток, 100 маленьких открытий, была такая вот работа мной сделана. Можно вот прочитать. В номерах гостиницы Атаманова в мае 1918 года проживали, находясь в ссылке в Екатеринбурге, великая княгиня Елизавета Федоровна, Иннокене Варвара, великие князья Константиновича, то есть там Иоанн, Константин, Игорь и князь Владимир Полей, которые были казнены в Полопаевске, брошены в шахту. В настоящее время в здании располагается управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области. Очень важно в работе присутствие ритмов. Вот я эту работу решил построить на таком растикальном ритме. Везде это будет поддержано. Тут встанут еще деревца. Где-то тут уже все это будет отражаться. Такая вот сырая. Пока наметить. Вот все-все-все-все-все-все. Скучный, конечно, ряд вот этих окон. Ну, он у меня перебьется, я надеюсь, перебьется включением вот этих недоросков. Эдим Гритм Гритм Гри И здесь вот такая вот история. А дом очень интересный. Будет такое пятно. Решил, какого оно цвета там будет. Вот здание построено в конце XIX века Первушином. Это один из наследников основателя династии Ивана Первушина, который 200 лет назад был простым крестьянином, но впоследствии занявшись мукомольным делом, продажи хлеба и тому подобное, впоследствии мукомольным делом основал такую империю первушинных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут книзу здание контраст надо снять. Пусть здесь он контрастный будет в верхней части. Особенно спокойней. М-м-м. Такое чувство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эту сырость надо подчеркивать горизонтальными, холодными бликами. Туда это все должно раствориться. Не прорисовывая особо там какую архитектуру, детали. Может быть, она и нужна там будет. Вот такая атмосферность должна появиться. Приятно рисовать старую архитектуру. Не случайно купцы, у которых водились деньги, они нанимали московских архитекторов. В данном случае архитектор Заруцкий. И это здание приятно рисовать, следуя логике замыслов от архитектора. Какие-то угловые объемы на две улицы. На улицу Отресихинскую. Нынче называется Радищева. Была Отресихинская. То ли это из-за кабаков, которые тут находились. То ли там это из-за грязи какой-то. Я вот сейчас что-то не помню, честно скажу. Но название такое говорящее. То есть кто-то что-то Отресал. А это улица 8 марта ныне. И в прошлом была Уктусская. Уктусская. Видимо до самого Уктуса она и шла. Такая улочка. Вот как-то. Так вот. То есть вертикали и горизонтальные блики. Мне важно создать атмосферу такого мокрого-мокрого. После дождичка тот начинает вот розоветь. Просыпаться. Убрать пора все эти подмалевочные дела. Вот тут будут у нас окна. Какие-то решетки, прохожие. Ну и тому подобное. Это здание еще интересно тем, что во время Великой Отечественной войны из подвала этого Первушинского дома вещал Левитан от Советского информбюро. сегодня там даже музей посвященный этой личности в этом здании. А Гитлер же, как я понял, назначил даже какую-то награду за голову диктора Левитана. И вот он был спрятан в городе Свердловск, как раньше назывался Екатеринбург. Область, правда, у нас до сих пор Свердловская. И в центре города стоит памятник товарищу Андрею. И он был в Екатеринбурге, жил и вещал отсюда. Так вот, не спеша, добиваемся материальности сырой. Мы начали разговор об этой картине с ритмики, с ритмов. Ну, вот я поддержал, как мог, эту вертикальность при помощи отражений, каких-то деталей таких. В общем, любой вертикали я в этой работе рад. Другое дело, что она получилась не так свежа, как хотелось бы, ну, потому что это не пленэр. Пусть она немножко постоит, может быть, я потом к ней вернусь. Тут надо, наверное, найти какие-то рефлексы на крыше, они сейчас довольно-таки плоские. По большому счету можно заканчивать и отправляться на пленэр, потому что сегодня, как никогда, светит солнце. Сейчас я попытаюсь это воплотить в жизнь. Музыка 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 Вот я выполнил свои обещания и страстное желание сходил, написал такой этюд с натурой. Ну, а историю этого сюжета наверное расскажем какой-нибудь из следующих выпусков. Тут есть о чем поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok